Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается потери домашнего животного в результате халатности врачей и незнания ситуации, ну просто отсутствие информации. Человек спрашивает в данном случае о том, как дальше жить с этими чувствами, потому что то, что человек испытывает, да, это вот, ну, власть чувствует, вот, и беспомощность. Смотрите, сочувствую вашей утрате, сочувствую ваши потери, вот, к сожалению, это всегда очень тяжело, очень тяжело, вот, совершенно очевидно и понятно, что домашнее животное-то член семьи, вот, и терять его, ну, все равно, что кого-то очень близко. То, что вы чувствуете сейчас, злость и беспомощность, это нормально абсолютно. Вот, вы переживаете сильные чифры, и, на мой взгляд, вот, то, что вам желательно сделать, это, вот, просто их проживать. Вот, то есть, кричать от боли, от беспомощности, если хочется, вот, плакать и так далее. То есть, это вот все абсолютно нормально и просто позволяет себе это делать. Не пытаться себе это запрещать, вот, и, по возможности, ну, не уходить в обвинения. Вот, то есть, не ослабляться. Вот, хотя это тяжело, особенно если у вас есть опыт, такой, ну, негативный опыт, то есть, вот, опыт того, вот, что вам, ну, по сути, навредили, как бы, вот. То есть, это сложновато будет сделать, но я думаю, что возможно. Вот, если вы будете рядом с тем человеком, которому вы доверяете, теми людьми, если вы будете рядом с теми людьми, которым вы доверяете, вот, то это будет, на мой взгляд, еще лучше, вот, на мой взгляд. То есть, чтобы, вот, с вами, в этом смысле, кто-то был, чтобы вы не оставались одна. Вообще, чтобы вы могли выражать свое чувство, вот, кому-то, не просто в стену, да, не просто, вот, в никуда, а именно, вот, именно, к кому-то. Вот, на мой взгляд, это, это то, что вам необходимо сейчас. Сейчас. Вот. Вот. Вот, в принципе. И, пожалуй, все. Я не думаю, что ваши эмоции или ваше отношение к тому, что произошло, должно быть другим. Я думаю, что ваше отношение именно такое, какое оно есть, исходя из любви к, к, ну, к животному. Вот. Вот. То есть, абсолютно это, на мой взгляд, нормально и, как мне видится, то, что вы не знаете, как жить с этими чувствами, вот, это подтверждает. Никак не надо с этим чувствами жить, никак, никак не надо с ними жить, вот, потому что, ну, правда заключается в том, что вы не можете, вы не можете сейчас, эээээ, как-то жить. Вот. А вы от себя, требуете, как-бы, вот, вот, как-то жить. Вот такая вот история, поэтому так важно вот отплакаться, кричаться, обвалыть и возможно ну вот какое-то время, да, вы будете грустить, да, это вот тоже абсолютно нормально, то есть не требовать отсюда этого, не требовать отсюда того, чтобы перестать это делать, вот как, ну, вы могли бы это можно требовать отсюда. Вот в принципе и всё. То есть понятно, что никакая рационализация, то никакие объяснения не помогут, вот, потому что просто больно, просто больно. А впоследствии, конечно, можно подумать и о том, что вам обывало домашнее животное, да, то есть, ну, просто, что оно, что вы получали от него, вот, можно подумать об этом, вот о том, что вы от него получали, и постараться это как-то вот для себя, значит, организовать. Непонятно, что в полном мире не получится это сделать, но вот по стуку поскольку. Дальше я бы рекомендовал обратиться к вере, той конфессии, к которой вы принадлежите. Вот. И, исходя из этого, вот, исходя из того, что говорит ваша вера на вот, ну, в таких случаях, да, вот, что она, значит, указывает вот тоже на эту тему, тоже в этом направлении тоже думать, то есть, если вы верите, конечно. Вот, если нет, то, если вы верите, то в таком случае просто принять, что вам плохо, просто принять, что то, что вы разбиты. Вот, дело в том, что любая активность, вот, какая-то здесь, да, то есть, ну, грубо говоря, активность там, например, значит, какие-то действия, да, может быть, вот, какая-то, какая-то тенденция к, там, допустим, справедливости, да, вот, может быть, в этом направлении. То есть, тоже вы как-то хотели бы, да, то есть, там, врачам, допустим, допустим, ну, ну, как бы, вас дать по заслугам, например, вы хотели бы. Любая активность, это, по сути, замещение вашей боли, вот, и на мой взгляд, ну, вот, желательно очень постараться, да, постараться себя как-то, вот, не обманывать, да, вот. Постараться как-то не переключаться, да, просто вот признать, что мне плохо, что я разбито, да, что мне очень, то мне безумно тяжело, мне безумно больно, больно, ну, вот, сейчас, и никаких объяснений, да, там, ну, для этого не нужно, вот, никакие объяснения не нужны, вот. То есть, вот такая вот история. С точки зрения психологии, да, вот, когда человек переходит на волос, это начинает глиться, нокаут, и так далее, он, таким образом, бежит от боли, вот, бежит от собственной боли, потому что он боится, что не выдержит ее, вот. Это не правда, вы, всю боль, которая у вас есть, вы выдержите, вот. Да, вы можете считать, что, ну, вот, справедливо-несправедливо это, да, то есть, я имею в виду, то, что вам, ну, то, что вам больно, вот. Вот, вы можете, конечно, быть не согласны с этим, но это уже вам решать. Ну, вот, некоторым людям помогает переключение, но я, вот, категорически не рекомендовал бы переключаться, вот. Потому что, таким образом, боль, она загоняется, вот, что называется, вглубь, вот, она загоняется вглубь психики, вот, и, значит, ну, как бы, переживания, да, вот, не происходит. А вам нужно это прожить, ну, на мой взгляд, да, вот, по моему мнению, вам, ну, крайне желательно это прожить, вот, то, что вы сейчас делаете, то, что вы, ну, чем вы сейчас, в принципе, занимаетесь, вот. А можно, конечно, поговорить с психологом, да, вот, выговориться, выразить какие-то чувства, вот, просить, там же там есть, в нескольких этапов напрямую проживание утраты, вот, и понятно, что вы находитесь сейчас на одном из этих этапов, вот. Вот и понятно, что больно вам и так далее, но дальнейшие этапы они тоже будут, если вот не работать с психологом, да, то вы можете в каком-то этапе, да, вы можете просто застрять, чего бы я не хотел. Вот поэтому тут тоже, если переживания сильны у вас, если ваши переживания сильнее, то имеет смысл все-таки обратиться к психологу, да, за помощью, чтобы исключить застревания и все-таки, чтобы у вас это проходило, то есть, ну, именно протекало, не скупоривало. А также, что хотелось бы сказать, хотелось бы сказать, что когда вы, значит, ну, более-менее успокоитесь немножко, вас будут накрывать эмоции сильнее, ну, вы будете их чувствовать, внезапно, то будет внезапный приступ слез, слез или приступ злости, вот, или еще чего-то. Это абсолютно нормально тоже, вот. Я бы не рекомендовал вам как-то вот, ну, с этим что-то делать, вот, я бы не рекомендовал вам пытаться с этим как-то бороться, вот, потому что, ага, потому что, опять же, необходимо для вашего здоровья, вот, ну, психологического, вот. Вот как-то так, я думаю, можно ответить вам сейчас на вопрос, Вот, безусловно, это очень печально, что так происходит, так произошло. Вот, искренне вам заболевну, безумная халь, вот так вышло. Вы всегда можете обратиться, всегда можете получить поддержку психологов, любого на выбор, которого выберите, да, любого мастера, можете получить поддержку. На этом всё. Я надеюсь, что это было для вас не бесполезно. Вот, амммм, апрельсетовь за помощь.